История появления орудия БС-3 началась задолго до Второй мировой войны. Калибр в 100 мм изначально появился в морских орудиях К-10 фирмы Шкода на кораблях Австро-Венгерской империи. После Первой мировой флот поверженной империи был разделен, и часть его досталась итальянцам. Они оценили эффективность и мощь орудия и поставили его в собственное производство. Уже от них орудие удалось заполучить стране советов. На заводе Большевик, используя закупленные пушки как прототип, была разработана артиллерийская морская система Б-24. Позднее в нее были внесены доработки, и свет увидела еще более мощная зенитная система Б-34. Орудие имело достаточно сложную судьбу. Много провозились с его многочисленными доработками, в производство оно долго не вставало. Но затем на пушку положили взгляд танкисты. Она привлекла внимание танковых КБ своим унитарным заряжанием, что было немаловажно для танков и САУ. Патрон с гильзой имели относительно небольшую длину и массу для такого калибра, что позволяло не сильно увеличивать нагрузку на заряжающего. Также в плюсы орудия записывали хорошую баллистику. Снаряд Б-24 обладал высокой начальной скоростью около 910 метров в секунду. Уже по своему калибру, а соответственно и мощь боеприпаса, орудие превосходило 85-мм пушки и было скорее на уровне 107-мм орудия М-60. Однако непреодолимой преградой в январе 1941 года для проекта Кировского завода Ленинграда по установке его на перспективные танки стало отсутствие производства бронебойных снарядов для орудия. Также на решение повлияло нежелание вводить новый калибр исключительно для танковой пушки. О проекте забыли на пару лет, вплоть до 1943 года, когда на поле брони появился немецкий зверинец. 5 мая 1943 года Сталин подписал постановление ГКО номер 3290 о восстановлении производства 122-мм корпусных пушек образца 1931-1937 годов и изготовлении опытных образцов легких корпусных пушек. В нем также указывалось о разработке 100-мм корпусной пушки с баллистикой морской зенитной пушки Б-34. В первую очередь для такого орудия ставились задачи противотанковой обороны, но в его обязанности должны были также входить разрушение полевых укреплений противника и контрбатарейная стрельба. Все это было необходимо учесть в проектировании. Также было введено ограничение по максимальной массе орудия в 3,5 тонн. При этом надо было учитывать, что 107-мм орудия М60 уже сняли с производства, а 122-мм А19 была слишком тяжела для таких задач, а также имела низкую скорострельность. Сроки поджимали. Взялось за проектирование конструкторское бюро под руководством известного конструктора Василия Гавриловича Грабина. В то же время запускалась и разработка бронебойных снарядов к пушке, что сразу отмело те проблемы, которые вставали перед конструкторами в 41-м году. Уже в сентябре 1943 года первый опытный образец под индексом С-3 был отправлен на полигон. Однако и тут было не все гладко. После многочисленных полигонных тестов были выявлены большие проблемы с надежностью пушки, и орудия вернули на доработку. Комиссии ГАУ были отмечены проблемы с креплением дульного тормоза к стволу орудия, а также весьма посредственной устойчивости орудия при выстреле. После внесения необходимых изменений, направленных на увеличение надежности и безопасности орудия, 4 единицы были направлены в войска для проведения войсковых испытаний. Они успешно закончились 2 мая 1944. Постановлением от 7 мая ГКО было принято решение о направлении орудия в производство под индексом БС-3, но только после устранения некоторых недочетов. Стоит учесть, что на орудии такого большого калибра впервые применили кленовой полуавтоматический затвор. Был также установлен впервые двухкамерный дульный тормоз. Все это было сделано для увеличения темпа огня, снижения веса пушки и отдачи при выстреле, а она была весьма немалая. Колесная база была взята от грузовика ГАЗ-АА, но с некоторыми доработками. Так, из-за приличной массы орудия пришлось установить не пару колес, а спарку. Тем самым удалось вписаться в заданные габариты по высоте и не слишком увеличить массу всего орудия. Прошедшее испытание может охарактеризовать цитата из телеграммы начальника 18-го отдела ЦАКБ Константина Константиновича Ренне, товарищу Грабину. Василий Гаврилович, докладываю вкратце. По подвижным целям результаты хорошие. По Тигру с 500, 1000 метров и 1300 метров и под углом 30 градусов лоб и 60 градусов борт проколачиваем без труда. Кучность и меткость не оставляют теперь сомнений. Выбор производственной базы для выпуска нового орудия бы уже сделан. По становлению ГКО номер 5509 от 29 марта 1944 года была определена задача по восстановлению производства на ленинградских заводах. Заводу номер 232 в Ленинграде, в настоящее время это Абуховский завод, предписывалось сосредоточиться на освоении новой пушки С-3. К ее выпуску также должен был впоследствии подключиться и завод номер 7 Арсенал имени Фрунзе в кооперации с другими ленинградскими предприятиями. Наименование изделия звучало для того времени необычно. 100 миллиметровая полевая пушка образца 1944 года. Полевых орудий в РКК доселе еще не значилось. Все дело было в том, что в ГАУ долго не могли решить, как обозначить новую разработку. Для противотанковой пушки у орудия имелся ряд недостатков, а для дивизионной она была слишком тяжела. Тем более Грабин сам никогда не рассматривал ее в качестве только противотанкового средства. Таким образом, выбор пал на новое обозначение – полевая пушка. С мая 1944 года завод номер 232 приступил к плановым поставкам БС-3, успев до конца года изготовить 275 штук. С августа их выпуск начал завод имени Фрунзе. Суммарный годовой выпуск за 1944 год составил 335 экземпляров. Производство на заводе Большевик продолжалось 3 года, а завод номер 7 делал БС-3 аж до 1953, что в итоге дало армии почти 4000 систем. В августе 1944 года орудия впервые попали на фронт, но война уже близилась к завершению, и подходящие цели для нового полевого орудия попадались не так уж и часто. В основном орудие вело огонь с закрытых позиций, контрбатарейную борьбу и изредка использовалось как противотанковое. В последнем случае оно показывало себя хорошо, позволяя выводить практически любую бронетехнику противника из строя на всех дистанциях боя. Правда, были и недостатки. Орудие немного подпрыгивало при выстреле, что могло сбить наводку. Как и всегда при использовании дульного тормоза, оно поднимало тучи пыли и быстро себя демаскировало. Впрочем, у немецких орудий тоже были с этим проблемы. В наших войсках БС-3 уважали за мощь, скорострельность 8-10 выстрелов в минуту и хорошую баллистику боеприпаса, но никогда не забывали и о недостатках. Если сопоставлять немецкую ПАК-43 и БС-3, то первая выигрывает по точности выстрела и отличной баллистики, а вторая по массе орудия, скорострельности и мощи боеприпаса. Но, как раньше уже говорилось, пушке не удалось оказать сильное влияние на войну из-за своей малочисленности в войсках. А значение, которое в свое время военные предавали этой пушке, косвенно свидетельствует тот факт, что изданное в 1954 году, то есть уже после прекращения производства, руководство службы, описывающее конструкцию БС-3 и ее боеприпасы, все еще носило гриф «Секретно». Также, об успешности пушки говорит ее долгая жизнь. Даже сейчас можно неоднократно увидеть на фото и видео с мест боев на Ближнем Востоке орудие БС-3. Оно продолжает успешно использоваться разными силами и по сей день. Друзья, если вам понравился ролик, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Пока-пока!